Восгарь Олимпийских игр в Токио, на исторической родине этих состязаний, греческой горе Олимп, молятся лишь об одном, чтобы огонь потух. Он подошел вплотную к археологическому музею и угрожает самой Древней Олимпии. Жители восьми городков в округе эвакуированы. Все окрестности заволокло едким дымом, в небо поднимаются вертолеты. Каждый новый столб — это новый очаг. При этом здесь невероятно жарко, не столько от пламени, сколько от температуры. В тени невероятные плюс 47 и нулевая влажность. Достаточно небольшого ветерка, и пламя быстро распространяется. Отсюда и такое количество новых возгораний в разных районах страны. Их уже больше сотни. Кое-где языки пламени достигают двух десятков метров. Полностью выгорел сосновый лес в Аребобе. Его называли «легкими Афин». А вместе с тем ничего не осталось от сотни жилых домов. Мы пытались использовать шланги для воды, чтобы потушить крышу, но приехала полиция и заставила нас уйти. Все произошло очень быстро. В последний момент я выпустил нашу собаку, которую сейчас не могу найти. Нам нужно полное восстановление. Электрика, сантехника, все расплавилось. Кровати, столы, ничего не осталось. Но главное — жертв пока удалось избежать. Местные жители хорошо помнят трагедию 18-го года, когда из огненной западни не смогли выбраться около сотни человек. Все погибли. Сейчас силы брошены на эвакуацию. Людей из горящего острова Эвбея вывозили прямо с пляжа на лодках. Спасателям помогали рыбаки. Трое пожарных получили ожоги. Людей временно расселяют в отелях. 500 пожарных на земле работают в основном ночью, когда хоть немного спадает жара. На рассвете в небо поднимаются пожарные вертолеты. На острове Родос работает российский самолет Бе-200, взятый греками в лизинг. Подкрепление прислали из Брюсселя. Кипр предоставил людей и два самолета. Мы должны потушить даже самый маленький тлеющий уголек, потому что если поднимется сильный ветер, то пожар продолжится. Веерное отключение электричества – еще один бич пострадавших районов. Сгорели подстанции. А электросети и без того перегружены в разгар туристического сезона. Да еще когда на улице почти плюс 50. Дым от пожаров уже виден даже из космоса. За три дня выгорело в полтора раза больше гектаров, чем за обычный летний пожаропасный сезон. И до конца недели метеорологическая ситуация на Опенинах вряд ли изменится.